Увидел я ролики, где всякие нежные мальчики покупают себе якобы в Даркнете сканы паспортов и потом бомбят, что они теперь вот могут взять на него кредит и вообще вся система прогнила и все мы с вами в опасности. Сегодня мы купим набор чужих документов и оформим на них кредит. А для ребят из ЕКБ я оставлю закладочку сюрприз в конце ролика. Все действия, показанные в ролике, являются художественным вымыслом и полной постановой. Повторение этих действий в жизни карается статьей 159, часть 1 УК РФ, наказывается сроком до двух лет тюрьмы и многотысячными штрафами. И все такое. И вообще на ЕВГ одни постановы, все актеры, все придумано, все куплено. Такие дела. Давайте уже наконец приступим к делу. В Даркнете и в простом интернете дофига всяких форумов, магазинов, где можно купить вообще все что угодно. Сканы паспортов весь нереальные, не юзанные, не рисованные. Видим тут всяческие форумы, нужен скан паспорта с пропиской, полис желательно какой-то. Да, дофига в общем есть материала на этот счет. Сканали фото паспорта 500 рублей. Всяческие есть магазинчики, смотрю, я просто полно. До усрачки, вообще его купить можно все что угодно. Ну вы посмотрите, тут господи от баннеров. У меня сейчас эпилепсия начнется. Бизнес по-русски, обнал. Ну я пошел более простым путем. Я решил найти подобное объявление на Авито. Благо площадка большая, барыг там полно, канал у нас связан как-то с барыгами с Авито. Так что вот вам мой совет. Прежде чем покупать что-то бэушное, просто проверь цену, сколько это стоит в интернетах. Где-то можно и дешевле купить. Причем абсолютно новое. Если это вот например видеокарта или еще какой-то сложный технический товар, но просто посмотри как выглядит оригинальный продукт. Почитай отзывы, узнай как оно в использовании. Может вообще другой товар от конкурентной фирмы окажется лучше. Да сравни их на том же Е-каталоге. Подумай, не торопись. Сколько есть видосов на ютубе, когда человек по обзорам запомнил как выглядел оригинал. И благодаря этому его не обманули, не впарили какую-то левую дичь. Барыги с Авито, китайцы все этим грешат. Так что не попадайся на уловки мошенников, а будь на шаг впереди. Конечно паспорт товар серый или даже черный, поэтому никаких каталогов по этим товарам нет. Но на Авито я нашел вот такое вот объявление. Помощь в получении документов. 500 рублей. Объявление даже без фото. Оказываем помощь с документами быстро, качественно. Также оказываем помощь в оформлении и получении паспортов в короткие сроки. Окей, рискнем, давайте напишем барыге. Здрасте, нужны документы по получению кредита. Минимальный пакет. Здравствуйте, помощь в получении или с нуля? Левые, с нуля. Пиши в телегу. Отлично, в телеге не было долгого разговора. Барыга там просто перенаправил меня на сайт вот с таким вот здоровенным прайс-листом. Тут есть контакты, способы оплаты. Хорошо, давайте посмотрим сам прайс-лист. Че у нас тут имеется? Скан паспорта плюс прописка плюс СНН. 195 рублей всего. Фото паспорта и прописки всего за 130 рублей. Офигеть! С паспортом в руках плюс разворот всего 260. Женские, мужские, Украина, Белоруссия, Европа, мир. Значит, я беру скан паспорта, прописку и ЭНН. Заполняю, значит, форму и оплачиваю с вебмани и все. Не обманули, не развели. Скачиваем какой-то архив. Вот, открывать архив очень стрёмно. Ну, потому что вирусы, трояны, заражения всякие. Но, тем не менее, за 195 рублей я получаю вот это. Охренеть, я получил данные чужого человека. Какой-то мужик из Нижнего Новгорода. Сухарев Саня, 85-го года рождения. Чекаем его паспорт, чтобы проверить актуальность и подлинность. Данный паспорт среди недействительных не значится. Ну что, теперь пришло время брать на него кредит. Но сначала давайте найдем его в соцсетях и сообщим ему, что с его документами сейчас будет происходить. Знаете, я искал очень долго этого человека. Я искал по всем соцсетям, по всем поисковикам. Но Саньков Сухаревых так много, что я так ничего и не нарыл. Было бы круто, конечно, найти его. Рассказать, что его паспорт с правами и документами просто гуляет по интернету, на черном рынке продается. Ну ладно. Нет так нет. Давайте перейдем к самому интересному. Будем брать на него сейчас кредит. Чтобы взять кредит, надо иметь паспорт на руках, чтобы прийти в банк. Либо, если у этого банка нет филиалов, тогда кредитную карту тебе приносит курьер, с которым ты заполняешь анкету, документы и подписываешь договор. Так что оформить кредит в большом банке с копией паспорта вот так вот просто, ну ребята, ну не выйдет у нас. Так что давайте оформим лучше займ под гигантские проценты. Кстати, я еще припас сим-карту, ни на кого не оформленную. Также на нее я зарегистрировал Киви кошелек, а у этого Киви кошелька я выпустил виртуальную карту. Чтобы деньги-то надо куда-то получать. Так, что тут у нас? Ух ты, господи, как много-то этих микрофинансовых предприятий. О, кредиту 24. Займ под честное слово. Да, конечно. Честное слово даю, отдавать не буду. Нужен только паспорт. Угу, интересно. Так, так, займ под ноль. О, на карту, счет, на Киви или контакт. Ну вот это наша остановочка. Так, ну что, сколько возьмем? Давайте 10 тысяч дней, может, на 12. Сейчас пройдем процедуру регистрации. И надеюсь, у нас счет получился. Смотрите, какая фигня интересная. Последний буквально пункт. Занятость. Штатный работник ИП. Самозанятое лицо. Пенсионер, студент, социальный бенефициар в декретном отпуске. Что бы выбрать? Даже не знаю. Если я выбираю штатный работник, то мне надо еще и про организацию все заполнять. Телефон, место работы. Это надо что-то еще придумывать. Они туда будут звонить, скорее всего. Давайте выберем просто самозанятое лицо. Доходы от предпринимательской деятельности, думаю, выбирать не стоит. Другие доходы. Давайте напишем ежемесячный наш доход. Ну, 40 тысяч, чтобы наверняка уже дали. Обязательства ежемесячные давайте. Ну, 25 тысяч за квартиру. Плюс коммуналка, плюс пожрать немножко. Задолженность. Значит, цель займа. Непредвиденные расходы. Отлично. Итак, банковская карта. Киви кошелек. Ну что, давайте попробуем. Получится, не получится. Продолжить нажимаем. Ну, что так долго грузится? Давай. Блин. Выберите другой способ получения займа. Какого хрена? Что-то не так. Слушай, вообще что-то не так у нас идет. Банковская карта должна принадлежать вам. Есть хотя бы 10 рублей на счету. Не предоплаченная и не виртуальная. Интересно, почему так получается? Для карты надо быть собственником и на ней должны быть хотя бы деньги. Киви почему-то не подходит, хотя на нем стоит статус основной. То есть, я его как бы верифицировал заранее на этого человека. Система контакт. Это значит то, что за платежом надо будет все-таки идти в отделение. В почтовое отделение. Расчетный счет открывает либо ИП, либо ОООшка. То есть, это надо хорошо заморочиться, чтобы у тебя были эти счета. Но, либо просто при открытии такого счета в банке, это то же самое, что карту оформить. Опять же, тебе надо будет заключать договор в самом банке, либо лично уже с курьером. Ну, что будем делать, ребята? У нас вообще, в принципе, только три варианта остается. Либо вот эти данные купольного паспорта в черном списке. Либо это косяк на сайте. Либо это просто замануха, что они якобы дают деньги на Киви. На самом деле, это не так. Либо просто неправильно указана занятость человека, там его место работы. Ну, вот они не даются этими данными на Киви. Ребята, паспортами, ух ты, чуть не упал. А вот для вас подарочек-закладочку. Вот такую вот именно для зрителей Евг, я обязательно оставлю. Думаю, место, кстати, тут крайне обоссанное. Вы тут осторожнее, не уходите в мочу. Но, надеюсь, его сейчас никто не увидел, что этот в Азии никто ничего не стырил. Ну, Екатеринбург. Какое сегодня число, кстати? 21 или 22 декабря 2018 года. Так что смотри, когда вышел ролик. Если на нем нет хотя бы 10 тысяч просмотров, то смело беги. Забирай свой приз. Это, кстати, тот самый приз из ролика, где мы выигрывали всякие там призы в игровых автоматах. Это один из них. Так что, если интересно, что это такое. Ну, дерзай, все у тебя выйдет. Вон там, вон под той вот плиточкой. Сейчас ради вас, ради эксперимента, я попробую все-таки оформить точно таким же способом займ уже именно на себя. Укажу свой верифицированный кошелек. Меня нет ни в каких черных списках, я никогда не брал займы. Я буду просто брать, как самый вообще обычный человек. Так, здесь я выберу тоже Kiwi кошелечек. И давайте, давайте. Ну, господи, выберите другой способ получения займа. Ну, не вариант. Что с дела-то такие? Ну, как так-то, блин? Вроде правильный телефон, Kiwi есть, Kiwi именной там. В общем, какой вывод? Про Kiwi кошелек это все полная вообще замануха. Надо брать на карту, которая оформлена именно на заемщика и ни на кого другого. Конечно, отличная идея была оформлять на себя займ. Сейчас вся почта будет завалена всяким спамом. Ну, ладно. Давайте попробуем другой сервис. Он будет называться Lime. Пройдем эту уродскую, долгую, длинную, нудную процедуру. Уф. Поздравляем, вы в одной минуте от получения денег. Вам осталось только выбрать способ получения. Виза, банковский перевод, Kiwi кошелек, переводы, контакт. Конечно, давайте Kiwi. На том же самом подставном номере, на который я и оформил Kiwi кошелек, там есть виртуальная карта, данные которой мы сейчас занесем вот сюда вот. Угу. Указанная вами карта не может быть использована для оформления займа. Не просто же так тут написано, что она должна быть именной. А чтобы сделать именную карту, надо быть с настоящим паспортом. Та же самая история и с банковской картой, и с расчетным счетом. В общем, ребята, круг замыкается. Займ мы взять не можем. А если ты каким-то образом все-таки и оформишь этот займ или кредит по чужим документам, то будь готов присесть на 2 года, либо заплатить несколько сотен тысяч, либо отпахать сотни часов в исправительных работах. Какой вывод из этого всего, ребятки? Как ни странно, но кредиты все-таки берут на чужие документы. Сотрудники банков этому, конечно, хорошо способствуют, но также и находятся немножко другие пути обхода этой системы. Но в основном 90% в таких случаях это просто подставные сотрудники банка или заемные конторы. Например, твоя тетка-похуистка, которой ты можешь просто прийти в контору с этой распечаткой, и она по этим данным тебе быстренько выдаст денежки, часть из которых, конечно, она заберет себе сама. Но будь готов присесть, если тебя поймают. Вот будешь сидеть, нарушил закон, сидишь. Все нормально. Если хочешь больше углубиться в эту тему, если ролик тебе зашел, то пиши в комментах, мы попробуем еще на что-нибудь взять кредит, как-нибудь по-другому сделать. Ну, в общем, пиши, если интересна тема. А еще мы сейчас только что с вами развеяли миф о том, что нельзя нигде свои паспортные данные оставлять. Как видите, если это будут просто данные, выписанные на листочке или даже просто вот одна фоточка твоих документов, ну, да, на эти данные нельзя взять кредит. Но есть много и других вариантов нехорошего использования чужих данных. Так что все-таки на всякий случай, ну, не оставляй скопии своих документов, где попало. Но мало ли, всякое могут просто по-другому как-нибудь сделать. Допустим, могут просто напечатать новый поддельный паспорт с твоими данными. Паспорта сейчас хорошо подделывают. Так что на всякий случай лучше не оставляй. Но миф развеян, кредит, как видите, взять невозможно. Так что, ребята, не попадайтесь на уловки мошенников. И никогда не оставляйте везде свои паспорта просто так всяким левым чувакам. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok